поехали до бабушки смотрите какая чистенькая новая резина новые диски в общем что полик у нас сколько денег ты взял брата 200 200 тысяч рублей никогда не ездил на полике на ручке особенно за 200 тысяч рублей дуракам я выходил и сразу старался открыть что в яндексе сейчас происходит дырка доступ откроется через пять часов 54 минуты что же делать что же делать друзья вас всех приветствую меня зовут denis и я снимаю все работе в такси если кто меня впервые видит то впервые на канале ребятушки сегодня вышел откатал несколько доплаток заработал 7 720 рублей за 4 заказика и что я решил началась зеленка и я решил наручно заблокироваться это не произошло потому что там нечаянно нажал нечаянно отменил я сделал это наручно для того чтобы ну не было знаете как будто больного человека а там кэш загорелся надо все бросать и идти сегодня будет полный выходной ну а для тех кто еще не сотрудничает с нами и кто не знает про наш парк немножечко рекламы друзья мои если вы также хотите работать в яндекс такси то мы с моим братом близнецом занимаемся подключением к этому замечательному агрегатору у нас самая низкая комиссия моментальные выплаты ну и все что нужно для работы в такси там прилагается поэтому звоните пишите по этому номеру телефона выслать и документики может быстренько подключим и будем очень рады посотрудничать ребята сегодня будем домываем автомобильщик и поедем наверное мы в деревню по занимаемся там деревенскими делами огородом ну и всем таким посмотрите какая погода у нас прекрасно тепло и чё и он поехали до бабушки смотрите какая чистенькая намыл погода прекрасная можно поменять скорее всего резину на викторию открывать резину на поменять вот знакомьтесь это я на исключаю вот по им поменяем резину и полазим в огороде как ребята хорошо в деревне слышите слышите птички поют даже немножко двора дать ехали уже по-другому все пение птица все так же тепло все хорошо джейси а ты как ты чё закрыта чё тебя для закрытую держат на туле нехорошо так все джейси у меня сразу гулять идет по двору по огороду пойдем посмотрим чё у нас там в огороде в этом году мы его не пахали точнее в том году не перепахивали поэтому придется это делать ранней весной ничего нас вот такой есть мотоблок прекраснейший вот немножечко надо будет это все по моему подсгребсти здесь а как тут пахнет до зелени еще нету но все равно уже такой запах прям огородный помчали переодеваться и заниматься делами кто грязные колеса грязные зачем ты сверху вытираешь ты все равно по грязи сейчас будешь ездить я вытирай вон лучше вверх панель петухи и кукарек птички поют солнышко светит а мне брат сегодня присылает видео с сочи садлера как они там на море пошли туда-сюда у меня была немножко небольшая нотка зависти так скажем сейчас приехал в деревню и думаю ты здесь не не хуже ну да там побольше растительности ничего сейчас неделька 2 и у нас расцветет по планам пообирать этот весь шифер и наверно по 50 все палочки листья для того чтобы можно было потом нормально спахать и дальше мы вот так вот вот таким образом вот такой штучкой подвязываем весь виноградик для того чтобы мы его укрывали на зиму близком к земле был и сейчас его нужно весь подвязать вот так выглядит прикольная штука и вот они мы заезжаем ну ладно не забыть поставить нам вот по одному болту хорошо нашли а то обычно знаете как начинаешь замену колес и теряются вот эти вот секретки нашел по-быстрому приступаем демонтаж смотрите всем рекомендую перед тем как снять точнее после того как вы сняли колеса подписывать их как это сделал над ну вот надеюсь будет видно да да вот он у меня ппп правая передняя значит вот внизу подписал и все и мы теперь знаем что это правильно передняя от балансирована новая резина новые диски тут пробега не знаю несколько тысяч так ну и всегда дополнительно поднимаем машину и просматриваем все ли хорошо там снизу вот так вроде все нормально посмотрели все хорошо подоливаем жидкостей и принципе все отлично да вот эти пробеги в 360 тысяч километров все-таки дают и себе знать там чуть-чуть бежит там немножко сопливит и куда-то одевается всегда охлаждающая жидкость но куда-то куда девается мы знаем да прокладочка там получается вот все надо устранять потихоньку но у благо ребята то что есть гараж то то что он всегда под боком принципе могу в любое время приехать до отца и отремонтировать эти небольшие поломки потому что заезжая на любой сервис как мы знаем если особенно там не совсем порядочные люди работают то ремонт сюда обходится в серьезную копеечку то есть можно прилипнуть не будет поломка будет не столь значительно но жажда на вы наживы автомехаников недобросовестных заставит заплатить большие деньги поэтому хорошо когда либо сам соображаешь в ремонте автомобиля либо у тебя есть тот кто тебе в этом помогает ну да совсем немножко вот так вот в принципе я не считаю что это прям критическая какая-то но ну охлаждающая жидкость не хватает но все равно ее нужно иногда доливать ну происходит это раз наверно в 10 тысяч вот масла жора нету на машине многие ребята спрашивают постоянно пишут в комментариях задают вопросы на полике у меня от замены до замены масло уровень держит то есть это все нормально все хорошо без каких-либо потерь вообще буквально чуть-чуть буквально 100 грамм ну и несмотря на то что у нас масло она не ест ну не было замечено щуп доставать все равно нужно смотреть все отлично норма вот такие вот дела упс упс все чик 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 вот так вот только отказались от мяса да виктория вот мясо сразу у нас чистая картошечка и салатик выключай и ложи мясо выключай и ложи мясо ребятушки вкусно очень да дед дед меня провоцирует а ты дед будешь мясо дедушка все будут нет я отказался теперь все как это как летом на дисках не штат все руля не будет трусить все хорошо будет работать всем рекомендую приобретайте ребята диски потому что на дисках машина чувствую себя намного увереннее друзья обычно я всю зиму сюда проездил закалялся так скажем в прорубь нырял сейчас надеюсь что уже лед сошел теплынь такая на улице поедем окунемся в речку почему бы нет я думаю тот мост у нас на ходу все нормально открытый так же по ощущения когда поменял резину прямо отличные прекрасные знаете превосходное замечательное настроение хорошее уже из-за того что машина стала ехать по-другому она во-первых легче идет мягче и нету вибрации так что поехали на речку здрасте дед ром давайте прокачусь только вы снимаете ребята никогда не ездил на полике на ручке как-то на заднюю просто да вот умеешь интересно короче в общем что полик у нас сколько денег ты его взял 200 200 тысяч рублей никогда не ездил на полике на ручке особенно за 200 тысяч рублей ебать две сотки прикиньте ёбару света нормально на ручке по другому конечно кажется но я вибрацию хотел проверить такая небольшая под конец ебать слушай ну за 200 тысяч ебать как так как вот он на такой тачке только кредит залог кредит залог до 18 2018 у меня пробег сто восемь нет реально реально настоящий пробег я эту машину знаю с восьмидесят тысяч с восьмидесячно да давали и пизды да и чувак и ударил бухой и все машина кредит не плач на пять лет кредит не плач на пять лет просто блин подстукивает там то добром надо менять ходовкой кузов взял другой на руку завода переступать кузов только денег кузов вышел на 150 девятнадцатого года а получается у тебя 350 полностью 400 девятнадцатого года машины 0 руль мультируль да получается эти дела нормально почему нет а почему и нет ребятушки если честно ну да ходовка 200 тысяч я просто думал 200 тысяч она ходовка отходит здесь нет отходит здесь после удара а после удара что-то там туда там левая сторона и забрал получается она на ход поставила на основном установлено на ход супа вставлен на ход смотрите ребятушки вот такая вот тема представляете за 200 тысяч рублей поликом ну немного там бывает бывает варзет на не всегда это кайф мечта короче любого таксиста кто-то на грантах пуляет или кто купил и рено логан вот пожалуйста ну выйдите 400 подремонтируешь вообще будет сказка доброта он на бензине у тебя без газа без ничего будет принципиально ну чё там пробег стоит 8000 реально пробег настоящий хули оттуда граться да брат короче пацаны я же если честно чуть-чуть начал ему подзавидовать 2018 год мультируль это еще комплектация есть климат-контроль или конди только конди например на максималке практически как бы не видят на автомате таких амбертаций там мультируль чтобы вся эта херня была вот бухой таксист упорол машину в сочи на ривьере на мосту и этот сам звонит что делать и вы хотите заберу за 200 давай забирай вот такая тема бывает везет дуракам вот погода в синий вот твой вот это получается но она вот так вот и было вот так он ударил это что-то менял крылу капот бампер по замену да что там электрозеркала даже ёбариста все братик давай все давай иди да бан апа ян гула да а у реки 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 Короче, у нас Яна хочет попрыгать прям в воду, но ей нельзя, поэтому по-быстрому открываем мы сезон купаний. Ну мы обычно залазим. Наклоните, пожалуйста, камера. Слушайте, ну, если честно, по ощущениям она не сильно отличается от той, которая была в проруби. То есть примерно по ощущениям то же самое. Холод дикий, и он чувствуется. Да, всю зиму я выходил и сразу старался открыться, а потом стоял там, ну, как-то закаливался, или мне казалось, что я закаливался. Вот, на самом деле, последние видеоролики я видел, ребята, они выходят и стоят. В момент того, когда ты вышел и стоишь, идет из морения, тело нагревается, происходит закаливание тела. Поэтому, если на улице погода допустима, чтобы можно было постоять на улице, то желательно стойте и не вытирайтесь сразу. Вот зимой просто вариантов таких нету. Там температура до минус 20 доходила. То есть я выходил, у меня уже носки стоячие были. Ну, ощущения незабываемые. Вой, 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 вот они, вот они, вот они, еще одни таксисты. Братан, тут сбор, получается, одних таксистов, да, родной? Да. Как дела? Ставь, паркуй, наверное. Смотрите, знаете, в чем еще прикол, пацаны, жизни в деревне, когда в деревне, уточни, все здесь. Вот домой приезжаешь сюда вот с такими вот ничтяками. Вот так-то так, да. Поэтому в деревне, если есть родственники, то желательно туда ездить, да и почаще. Что в Яндексе сейчас происходит? Это дырка. Дырка? Короче, в Яндексе полная жопа, и мы поедем, наверное, с тобой прокатимся, снимем обзор на тачку вот эту за 200 тысяч рублей. Хорошо? Поехали, поедешь со мной? Да, поехали. Все. Ребята, на этом я видеоролик завершаю. Всем желаю хороших заработков, никогда не жезла на дороге. Все, всех обнял.